С неба течет елей, Божий святой елей, с неба течет елей, Папа еще налей, Божий святой елей, с неба течет. Братья и сестры, поздравляю всех вас с продолжающимся праздником Ханука, праздником обновления. Сегодня у нас такое поле елей, много масла, изобилие. Действительно, мы празднуем в эти дни, 8 дней подряд, выжигая светильники, лампады, свечи. Благодарим Бога за те чудеса, что Он совершал тогда, более двух тысячелетий тому назад. Но не только благодарим Бога за обновление во времена бывшего второго храма, но благодарим Бога за сегодняшнее обновление третьего храма, святого Божьего храма, созидаемого из живых камней на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, Ишуа, Ха-Мо-Шия. И сам Христос, как раз вот на праздник этот, на Хануку, Он сказал, «Я и Отец одно», Иоанна 10.30. И я этот хэштег использую часто, последние дни, слава Богу, «Я и Отец одно». Потому что действительно, это наша жизнь, это наша вера, это наше бытие. И с Богом действительно удивительная жизнь. Он наполняет своим елеем радости, мира, любви. Хох, размягчает сердца, умягчает елеем этим, как вот те, вот я пример приводил сегодня на утренней молитве. Вот эти, как их называют, такие сосуды делались из кож таких, мехи, мехи, да. Вот, и они, если твердели уже, да, допустим, ну, не пользовались ими какое-то время, да, и они твердели, уже ветхие мехи, да, что, ну, если вино туда налить, то, ну, просто прорвется, как Иисус говорил на самом деле. Но интересно, в те времена, во времена Иисуса, да, времена второго храма, да, мехи использовались постоянно, и не только евреями, но в Израиле была такая традиция тоже, да, спасение этих мехов. Каким образом? Каким образом можно было ветхие мехи сделать снова новыми? Даже еще лучше, чем новыми даже. Просто-напросто их смазать обильно, смазать елеем. Вот, и в масле, находясь в этом елее, находясь, да, эти мехи, ну, кожа такая, задеревенелая уже такая кожа, да, кожа, которая уже, как сказать, огрубела, да, очерствела, она от этого елея, она становилась снова эластичной, и даже лучше, чем новой даже. И вот туда заливали уже свежее вино, допустим, молодое вино, и, да, и мехи не разрывались. Наоборот, они даже еще лучше, чем новые, они сохраняли все это. Удивительно. И вот праздник обновлений, я так рассуждаю, да, Господь нас помазывает обильно своим маслом. Духа Святаго. И мне эта песня так понравилась, вот эта вот, я ее пел. И у нас в церкви не раз уже, будучи, да, в Киеве. Папа, еще налей свежий святой елей, с неба течет елей, Божий святой елей. Папа, вел меня в землю изобилия, там, где молоко и мед, где новое вино течет. Мой Папа, Бог святой, вел меня. Да, я и Отец одно. Это самое счастье, самая радость, самая сладость нашей жизни во Христе Иисусе. Братья и сестры, и для нас, новозаветных верующих, праздник Ханука, праздник обновления, это действительно даже не столько, как воспоминания о прошлом, сколько сегодняшний день, сейчасшний. Да, мы благодарим Бога, конечно же, да, благодарим Бога за обновление храма того, второго храма. Но сегодня обновление третьего храма происходит в Духе Святом. А это и есть обновление каждого из нас, это и есть обновление каждого верующего. Ведь мы же помазанники Божьи, да, мы же, ну, христиане, по-русски помазанники. Богом помазанные люди. И если этого помазания масла, этого елея мало, да, то беда христианину, да. Но если этого обилия масла, да, полиелей, если обилие много масла, да, ох, красота. Тогда даже самый черствый сухарь, наисухарейший сухарь, он размягчается. Умягчение злых сердец. Ох, спасибо, Господь, за все. Спасибо за елей твой, спасибо, да, за этот великий праздник, радостный праздник, светлый праздник Ханука. Ханука, Ханука, обновление храма, Божьего святого храма живого, Тела Господа Иисуса Христа, Церкви Господа Иисуса Христа. Елеем, помажь нас, больше, все больше, елея святого Отец наш, дает всем нам. Аллилуйя. Ох, слава Богу святому. Благоставляю всех вас, дети Божьи. Благоставляю Церковь Христову по всему лицу земли, распространившуюся во всех странах, на всех континентах. Сегодня имя Иисуса Христа, Иешуа Машеха, самое-самое-самое великое во всей вселенной. Слава Богу. Да, так что, действительно, исполнились слова Писания, что Иисус есть свет всем народам. Но сегодня на наших глазах начинает исполняться другое место Писания. Следующее, продолжение этой фразы, этого речения Духа Святаго, что Он есть слава народу Израиля. Еще, да, Он есть свет народом, и Он есть слава Израиля. Уже на протяжении последних 75 лет, особенно, да, вот с момента начала возрождения еврейского государства, мы видим исполнение этих пророчеств. На самом деле, этого пророчества. Мессианское движение сегодня, так или иначе, во всех ветвях христианства присутствует, да. И это потрясающе, это прекрасно. На самом деле, самый интерес даже, он удивителен, самый интерес к нашим корням, к корням нашей веры. Ведь, чего греха таить, на протяжении многих-многих столетий подавляющее большинство христиан были, как вот такой духовный перекати поле, знаете ли, Иван, не помнящий родства. Но, слава Богу, что вот в 20-м столетии особенно, особенно вот во второй половине 20-го столетия, и вот в нашем уже времени, да, начало 21-го столетия, да, это недоразумение уходит прочь. Это проклятие, оно уходит прочь. Это невежество, оно уходит прочь. И познайте истину, и истина сделает вас свободными, да, спасение от иудеев. И действительно, к нашим иудейским, еврейским корням сегодня очень многих христиан интерес. В православии русскоязычном здесь можно вспомнить отца Александра Мене, который еще в те вот лихие там 70-е, 80-е годы проявлял огромный интерес к еврейским корням веры нашей христианской. И как еврей, и как христианин, и как православный священнослужитель. Вот, и это очень важно, очень ценно сегодня для нас. Слава Богу. Пусть сегодня и в православии у нас, и вообще во всем христианстве еще больше и больше интерес проявится. Потому что в этом, ну, действительно наше благословение. Потому что и Израиль, и Церковь, это два огромных проекта Божьего. Милосердие, Божьей любви. Это действительно Церковь, Израиль, Израиль и Церковь. Господь видит нас едиными на самом деле. Потому что это его детище, мы его детище. Мы его проект по спасению всего рода человеческого. По спасению всего творения Божьего. Да, и на хануку молюсь об обновлении Церкви. И об обновлении Израиля. Потому что всем нам, и Израилю, и Церкви, и Церкви, и Израилю. Да, действительно нужно обновление. Необходимо обновление. Как говорили отцы древности православные, ну, такие еще раннехристианские даже отцы. Не только православные. Говорили, Экклезия Семпер Реформанда. Киприан Карфагенский, Иоанн Златоуст и другие отцы говорили, да. Когда Церковь непрестанно реформируется. Церковь всегда обновляется. Это правда. Народ Божий, если мы с Богом, на самом деле, если мы Божий народ, то мы всегда обновляемся. Если вне Бога, да, народ Божий становится вне Бога, то мы, как вот тем и хи, черствеем. И ссыхаемся, и тогда даже любая попытка, вот, Божьего Слова, да, Откровения, там, вина налить в нас, Божьего, это нас прорвет просто. Как сейчас говорят, взрыв мозга, да, это разорвет просто нас. Вот, поэтому что нужно? Елеем Духа Святаго, обильно смазать так вот, да, елеем, много елея, прям погрузить в этот елей божественный. Баптизу совершить такой, да, погружение в Дух Святой. Аллилуйя. И тогда, действительно, лучше новой будет Церковь Божья, и Израиль будет лучше нового. Аллилуйя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аллилуйя. Аллилуйя. Иешуа. Аллилуйя. Ба-ба.